рисуем переводим на пластмассу ну вот и прошло с того момента чудного когда я нарисовал вот эти вот оправки перевел их на шаблоны два с половиной дня и вот что на данный момент тут не все еще одна оправка вот это вот она пока в процессе размышлений что и как сделать представление имею но посмотрим что выйдет нет ли и так что мы имеем на сегодня это вот g10 все в процессе в таком заготовочной строго чинязи от страны этого g10 зеленые внутри g10 черная она использовалась как вот здесь вот то есть как бы наборка и как фон сейчас я покажу вот внутри зафиксированы на веки веков листочки натуральные листочки то есть него там же нарисовано него там что-то пасмаска нет это вот вот эти вот два крайних листка это листья шиповника вот это вот трава мурава по-моему так и называют тут уже все под обработку все в грязновой такой еще а здесь еще пока вот нет что не готова тут только трава мурава ну муравушка там зовут не знаю такая как рябинка такая вот листья натуральные листья туда но да выглядит конечно как-то колхозно может после обработки все это более-менее другими цветами не знаю посмотрим посмотрим с ней пока аккуратненько она еще не готова но они все еще не готовы они все такие вот в грубо драном состоянии про это я уже сказал давайте дальше что у нас тут вот g10 основа всегда это практичная мощная вещь такая синего цвета она будет яркая впоследствии вот это вот натуральный рок буйвола вот эти вот по краям и это наборная кожа натуральная так как вам бы показать там ну все это будет был выглажено вылизано все как положено такая бархатистая очень приятная кстати на ощупь кожа это вот так я ее набрал в брикет спрессовал когда она уже стала одним единым то есть как бы я вот ее так вот распилил эту кожу вот так вот вот она еще так вот имеет такой вот гибкость вот так нет и уже установил ее туда эту кожу натуральную на оправу дальше следующая оправка у нас на данный момент вот из чего это желтый g10 мне понравилась такая теплая цветовая гамма вот с такими вот расцветками это тоже все видите еще в заготовленном таком виде стабилизированный кап плена это зеленый вот так вот а это натуральная кость ну вот так она еще заготовки они как вот так вот-пchet кость буйвола кстати тоже того же фризик марского как вот и вот тут рок-априканского буйвола это кость-априканского буйвола вот такая вот оправка на данный момент надеюсь что все получится я не знаю пока ну еще не знаю уж и вот это вот направо у нее черный g10 основа и вот это вот рок буйвола черный натуральный и это натуральный бивень мамонта то есть ну принципе и то и другое натуральные материалы только этот материал 21 века вот этот рок вот это вот и когда там тысячу лет назад или когда не помню уже мамонта были вот с тех времен он стабилизированный чтобы с ним никаких проблем не было мне трескался потому что не стабилизированный он весь в трещинах он весь такой шишайенький то есть не то вот бимень мамонта ну вещь я вам скажу такая симпатичная как по мне в готовом состоянии вообще должна в принципе хорошо смотреться единственное что она не очень удобная пример сверлить пилить это вот например взял такой один кусочек вот только один такой вот он начинается в ценник начинается начало а вот и там 6 12 тысяч 18 тысяч вот смотря какой возьмешь то есть вот чем красивше чем больше размер тем она дороже вот эта штуковина и вот представляете от ее пилить и пилить и пилить и пилить и она где-то на этом месте хрумп и все пять пятьсот пятнадцать пятьсот вы просто выбрасывайте в мусорку на вообще не больше никуда идет от все обломок поэтому было сильно пряжно но после обработки все это дела она уже никак не лопнет потому что она боится только именно вот когда ее пилит ну или сверлит хотя бы вот то есть в принципе вот на данный момент сегодня вот так все обстоит вот с этой правой я говорю тут еще может по всякому все решится я сегодня думаю одно завтра думаю другое пока на сегодня думаю так что она будет тут основа красный g10 а сверху будет черный g10 но черный g10 будет интересно вырезан и за счет этого будет просвечивать вот это вот красное сквозняком на черном классика и красиво но это пока только вот так вот была еще мысля наборный сделать то есть вот такими вот разными делами интересная такая композиция что было но наборка она сверх дорогая будет потому что я же не буду оставить куда-то акрильчик там какой-то там деревяшечку там ну можно поставить но все одним и тем же это будет дешево выглядеть но и более-менее дешевле стоит но если сделать это реально красиво реально круто это очень долго это примерно дней пять как минимум это просто как минимум если повезет а то недельки полторы вот эту наборку сюда собирать вот так вот вот опять что будут зубы мамонта бивни мамонта прочие всякие капы разные особых таких древесины и в итоге вот такая оправа может выйти ценником дороже чем вот такое вот лезвие в итоге я просто так посчитал начал калькулировать мне это не понравилось я не стал это делать все пока все на сегодня продолжаем работы ну вот в общем шлифанул ну не конечно еще не финиш на практически он он самый ну не знаю как то как по мне во первых это необычно это здорово что можно было примеру девятнадцатый год зафиксировать на века в виде вот таких запуска листочков ну как то может кто как это оценит но как по мне так плохозно вот одним словом так вот оценить хочется то есть нет вот этого там какой-то шарма там красотищи интересненько да мне вот так интересно когда вот то есть представляете вот этот как в янтаре там тоже тысячелетиями то комаров находят там еще что-то зафиксированных вот так же вот эти листочки девятнадцатого года не знаю как это и вот что в последнем варианте то есть эти уже были вот таком состоянии принципе это вот только что сейчас собрал еще ничего не чисел не делал но выглядит опять таки интересно огонь байкерский вариант такой вот так вот это будет говорить вот с торца но пока не знаю что сказать по этому поводу потому что вроде бы и здорово вроде бы и душа потеряна не знаю посмотрим что в итоге выйдет нет ли продолжаем ну вот так вот они будут выглядеть когда уже будут установлены на бритвах если при установке опять же никаких забот не будет мне кажется не будет потому что так все настолько плотно и прочно что не должно вот как это все выглядит в готовом состоянии в таком как бы финальном она там еще будет все это финалится естественно но вот предфинал вот как вот так и сделал не знаю не все варианты меня радует конечно может просто на вкус и цвет я не знаю этот кожаные то есть рок-рок гуйвола натуральный кожа натуральная наборная этот же 10 синий цвет который вот как бы так под финальных этого тоже рок-рок гуйвола это самый тот самый бивень мамонта стабилизированный вот так он все штуковина выглядит напрягает конечно напрягает особенно вот при грубой начальной обработки всегда ждешь подвоха когда лопнет когда она треснет когда что-нибудь еще поэтому так вот вот вроде как ничего так симпативая кажется мне вложено блин ну ладно может не зря и вот с натуральной костью это кость буйвола того же самого вот это вот стабилизированный клён еще раз повторюсь кап вернее клёна это желтый вот g10 вот так это все выглядит в готовом состоянии так вот тут можно конечно царапать какой-то еще рисуночек такой черным не знаю на данный момент на сегодня я не готов это сделать еще пока надо подумать сейчас мечтать чтобы тут может из него получится вообще с такого рисунка и надо ли это вот предыдущую оконцовку обрезать такие разговоры вокруг меня возникают они то есть таковы суть такова что мои бритвы очень дорогие чрезвычайно дорогие неправильно дорогие вот если вы так решили сами то продолжайте думать в том же направлении а если вас кто-то так вот это надоумил о том что у меня вот так вот такие вот нереальные цены просто огляните вокруг посмотрите просто всего лишь оглянуться нужно посмотрите любых производителей немцы там англичане французы хренузы ритузы то есть всех у них ценник от полтинника 50-120 тысяч где у них дешевые дорогие бритвы недорогие ну потому что они там вообще бараны конечно все эти до европейцы потому что они выпускают вот эту дамасскую сталь которые не бритвенные но лишь дураки это даже упускать если вообще из виду то есть я по поводу ценника вот но вчера вот полюбовался посмотрел как люди вручную делают курительные трубки у которых себестоимость до 1000 рублей это я тоже уже посчитал вот а трубки эти ручной работы стоят в среднем ценник 20000 рублей опять да не вписывается вот это вот трубки и вот это вот работа ну ладно поехали вот как-то незаметно пролетело примерно недели я уже запутался сколько дней ковыряюсь с этими вариантами вот ну что на данный момент они собраны ожидают так легкой такой протирки зачистки как бы и заточки их можно уже двигать что хочу сказать по результату вот на данный момент хочу сказать то что я не выложился на все сто процентов в оформлении я сказал бы даже где-то процентов на 50 выложился вот но все же что-то что-то сделал маленько нестандартно немного необычное кстати не видать как они так вот вот такие вот вариант ушки и что хочу сказать меня удивило сразу то как себя вели им оправы насколько стабильно вели при сборке и что меня удивило самая стабильная оправа как вы думаете какая вот самый стабильный оправа я сам ну думал что будет самый стабильный по жесткости вот ну хотя бы вот а нет самая стабильная даже не это вот самая стабильная это дрындец она настолько она настолько ровная плотная все такая сбитая то есть это просто какое-то чудо я не знаю вот вот он идеал да конечно видите задок не как все любят там зауженный но тут зауженный надо делать если ты задних вот синих тут можно клинышек тут ее прогнуть спружинить тут красота требует жертв и жертвы как по мне так это не жертва совсем а вы сами понимаете что вот вот эта кожа вот она гибкая жидкая я думал что все это будет передастся в оправу а нет идеально ну естественно на втором месте как говорится по стабильности вот эти два варианта еще бы g10 то есть упругая прочная прямая конкретно все и дальше уже видеть два варианта идут хотя вот здесь жесткости хоть и добавляй так кто мне спросил евгений не помню кто спросил неважно сколько обошлось примеру 1 вот такая вот пластинка на одну сторону она обошлась вот 4500 то есть ее распилить в дальняка уже не хватает поэтому 4500 и 4500 9000 только вот в этих вот двух и воинках вот так и ко всему к этому может вы заметите чуть-чуть не по центру там чуть-чуть вот так вот вот так вот как говорится да тут ну-ка все так же ровно на все по центру но воткнул клепочки латунные дабы укрепить у стабилизировать мне как-то показалось может не просто показалось не знаю что без клепочки это будет как бы может слабовато а может быть нормально было бы но думка она такая штука то что он не дает покоя как говорится ну вот тут тоже все ровно тут не может быть неровно сейчас объясню почему вот такой клинышек потому что клин заужен потому что более тонкие оправы и можно его заужать и тут что получается сначала заходит эрл не в резкости вроде сначала заходит эрл и выравнивает дальнейшее захождение лезвия вот он уперся подвинул напряг вот эти вот щечки как говорится и уже лезвие идет по четко направляющим вот как-то так это звучит и также тут также тут тоже самое то есть как по направляющим то есть дошла до этого места легкое прижатие она сразу напрягает летет места выравнивает все это четко по середке об заходит ну все погнали дальше готовится к заточке сейчас начну затачивать не знаю успею или сегодня значить не успею время в принципе еще пока есть посмотрим тут главное не спешить в этом деле ну что ж мне есть что за финале причем сегодня же сам не ожидал подготавливался заточки думал ну хотя бы одну ну максимум как-нибудь две заточу и на этом все и опять еще один день выделять заточку последующих бритв но они заточились ровно за два часа точились они просто изумительно очень очень легко то есть как легко ну залипали после первых двадцати движений примеру даже на крупных камнях но крупный камень у меня самый крупный это 6000 опять же потому что на тысячном камне но только топорик тяпочку можно там поправить ну бритву бритву да еще на 400 то есть 400 сотом там как там правильник там 400 извиняюсь то есть там еще может быть на чем-то там я не знаю силки какого-нибудь ну как по мне так нет до затачивались они всем с легкой суспензии по всем камням начиная от 6000 вот и заканчивалась то есть это финишировалась за . на финишном камне без суспензии да может быть это дольше но я лично не приемлю такую заточку когда суспензия на финише ну кто как кто как вот у меня так вот шламили крепко ну смысле шлам выделяли просто на ура вот не всегда такое бывает что прям вот раз раз там чуть подвигал и уже сам шламины прям уже там слой а тут прям плавает его много сразу затачивались в общем отлично каждая бритвка в легкую по любой то есть по всей длине то есть там как бы так сказать острия легко рубит волос сейчас я думаю не буду затягивать этот момент и показывать вам как все это рубит я вам уже показывал но если у будет у кого-то желание нет проблем вообще нет проблем рубасью заговариваться уже начал устала сегодня если честно да я не только сегодня уже устал с ними и что ж бритвы заточены давайте по заточке я вам покажу вот сказать что какая-то меня бритва помучила какая-то прям очень легко пошла нет такой бритвы то есть все легко пошли не было такой бритва который бы я там помутозился там где-то сидел где-то кромку там поймал не поймал повторил еще раз по кругу как говорится это по всем камням не было такого все заточились равномерно быстро одинаково хотя вот это значилось быстрее всех вот вообще просто я только начал шуршать эту ляжу готова думаю ладно следующий камень чуть шваршнуто готова ну ладно так и на финише то же самое просто прелесть просто прелесть я не знаю как там еще то какими словами это писать но порадовала просто души то есть вот такой вот экземпляр сейчас как и все остальные пойдут уже в сторону сайта не факт что сегодня уже василю как-то там что-то сделать чтобы их уже вывесить это показывает как она держится то есть не легко не туго как бы вот так вот вещь вещь ну я в смысле сейчас говорю именно заточки хотя мне вся бритвка нравится это выглядит конечно попроще по уже на сама по себе вот по уже как оправа так и полотно заточку показать какой-то он близко мне выловить о то есть у всех заточки тонкие у всех красивые у всех ровные ровные но кроме нам одной я покажу сейчас вот все острые легко рубят волос потом может быть я вам добавлю пару слов по поводу тут прочих делов то есть по хозяйству как бы так вот тоже самое смотрите за . прелестно просто бомбическая просто вау хотя вот у этой бритвки 1 вообще в любую заточку из всех этих еще на шаг уделает вот тугое то что вот этим местом она эрликом зажимается в оправе то есть как и фиксатор чтобы она там случайно не выполнили открылась там еще что-то такое но и как направляющая для последующего закрывания стрия уже в узкое вот пространство я не знаю мне кажется мне нифига не получается вам показать заточки просто даже как она выглядит вот но я вам обещал показать по поводу ширины вот если тут присмотреться то вот я показывал что бритва более тонко имеет сведение вот именно посередине и заточка также то есть как она была рождена вот более тонким сведением так она дошла до финишной заточки все то же самое разница очень минимально ну очень просто минимально по ширине ну не считая конечно пяточки тут она прям значительно вот но она так и до сих пор тонюсенькой волоском ниточкой назвать это сложно волоском вот то есть она и тут такая же тоненькая ульев ним я посмотрю мимо монитора тут такая что некая тут такая что некая то есть она как в середине так и на кончике вышел тоненькой так и тут не считаю вот тут чуть-чуть на пяточки на уши является а так она вся вот такая вот микро 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 поэтому даже намек на брак отсутствует вот надо мне спрашивают там опять старый вопрос о главном крошится ли меня крошится бритвы у меня бритва никогда не крошится никакие но если я захочу меня будут крошиться все любые мои импортные старые тому гнилые любые у меня все будет крошиться я знаю секрет как несколькими движениями по любому камни хоть по финишу хоть по не по финишу выкрашить кромку вот так лучше вроде бы видно тоже ровняк красотень пяточка чуть-чуть вот так показать расширяется но всегда у новой бритвы такая фигуренька на потом сужается при последующих заточках тут даже и на пяточки не ульнула вот так вот ну наверное видно будет наверное видно отвык я уже тут показывать вам на камеру все дела работу могу назвать на данный момент завершенной полностью завершенной до комплектоваться бритовки будут как всегда в кожаные кармашки да я могу сделать что-то эдакое но если честно мне уже нет времени у меня уже другие работы меня заждались люди меня уже дергают тюкают и так далее поэтому если даже что-то и сделать например я недавно видал какие-то типы шкатулок коробочек таких из оргстекла тут это уже не я буду делать это уже не я буду поэтому я не знаю думаю что будет таких кожаных чехлов достаточно на данный момент тем более чтобы еще выше не завышать уже и так высокую стоимость их не считал не буду сейчас вам сочинять примерно угадывать сколько что почем если что скажу как по моим меркам не очень дешево как по меркам в сравнении со всем остальными делами то есть там хоть бритвыми хоть не с бритвыми то по ценник у меня самый дешевый ценник в мире дешевле нет нигде и вряд ли когда будет дальше что все показал вроде бы все рассказал да ничего не забыл и все таки я хотел бы сказать что пару слов тем кто первый раз берет бритву и начинает бриться и ждет я бы сказал даже чудо давайте сразу так скажу если вот у вас просто так вот в руку легло и сразу все пошло то просто это ну как вот так вот все совпало как бы звезды сошлись и все сразу прямо понеслась а вот бывают случаи причем они более частые когда человек берет бритву и не просто ну не понимает но не было раньше вот опасной бритвы он не виноват в этом что не было раньше опасной бритвы и нет опыта поэтому то есть если вы ее положили вот так вот положили то есть там вот она не бреет примеру чуть приподнимите попробуйте еще чуть приподнимите ищите тот угол под которым бритва лучше всего катит потому что у меня много вопросов последнее время по этому поводу и вот поэтому я решил это сказать это раз при правке на ремне правьте обязательно без нажима просто плотно прикладывайте к ремню нажимать вообще не надо никогда бритвы никогда какая бы она ни была и ремень в первую очередь сюда тяните так посильнее не вот прям дурью там нет просто чтобы натяжка была хорошая провисание вы всегда успеете сделать всегда то есть никогда не поздно сделать провис на ремне вот и что изменит заточку вот более такую вот то есть это придаст мягкости а может где-то даже и закатать острие поэтому всегда в первую очередь старайтесь посильнее натянуть ремень и никогда не старайтесь быстрые движения делать на ремне потому что вот я умею делать это очень быстро что даже в глазах мельтешит но делаю сюда медленно потому что я заметил уже много раз в процессе заточек множество бритв если я быстро применю шарахаю за . получается хорошее если я медленно плавно вожу так вдумчиво по ремню то за . получается шикарная лучшая за . выходит вот уж делайте выводы сами то есть у меня вот такой вот вывод практически то есть со временем вот у меня такие мысли и я уверен в том что причина этому это медленные движения то есть вот ну как бы так ну да в общем нужна сноровка то есть если у вас нет сноровки а вы естественно вас ее нет потому что вы только что решили взяться за опасную бритву и словить кайф от бритья потерпите чуток потому что сначала нужна сноровка присноровились туда-сюда на велике вы в детстве тоже не сразу поехали да вот так вот примерно все выглядит насколько вы быстро научились в детстве при кататься на успехе настолько же у вас получится и наладить навык в бритья опасной бритвой и тогда уже будете ловить такой кайф что вы никогда не променяете ни на какую любую бритву опасную бритву опасная бритва будет у вас сюда номер один и будет давать вам те чувства и ощущения которые больше ни одна никакая бритва вам дать не сможет все надеюсь я не очень долго все цену надеюсь все это было кратко я конкретно максимально устал и я поэтому собираюсь ближе к дому и сегодня же вывешу это видео для вас на ютубе так что увидимся увидимся как говорится в сети всем пока удачи добра и все чего хочется пока